Клеветник, претендент, мыслитель. После того, как клеветник отказался дать в журнал статью с критикой секретаря, которую от него хотел иметь претендент, последний дал указание мыслителю покончить с этим предателем их общих интересов. Мы его выдвинули в Академию, а он... Мы его собирались выдвинуть на премию, а он... Мы собирались дать рецензию на его книгу, а он... И претендент велел выбросить рецензию из ближайшего номера журнала и из всех последующих. Если бы не мыслитель, а это большая удача, что он тут есть, то дело для клеветника закончилось бы совсем плохо. Просмотрев приводимый в журнале список работ, опубликованных за последнее время, мыслитель обнаружил пять работ клеветника. Четыре он вычеркнул, чтобы не привлекать ненужное внимание к клеветнику и спасти упоминания хотя бы об одной работе. Чтобы не раздражать инструкторов, мыслитель снял все сноски на работы клеветника. Пусть работает спокойно, думал он. К чему эта шумиха вокруг его работ? Она только мешает. В следующем номере прошла статья с незначительными критическими замечаниями в адрес клеветника. Это неплохо, думал мыслитель. А то забвение – худшая форма погрома. Надо оставить. Все говорили, что лишь благодаря мыслителю клеветник может жить и работать спокойно. Ходил даже слух, будто социолог и претендент добиваются в верхах квартиры для клеветника. В следующем номере журнала появилась критическая, но доброжелательная статья против клеветника. Все жали мыслителю руку и говорили, что он проявил большое мужество, вычеркнув из статьи такие обвинения в адрес клеветника, за которые раньше ставили к стенке. А этот – чисто профессиональный разнос, детские игрушки. Тем более каждому дураку видно, что критика – типичная липа. Клеветник от этого только выигрывает. Наконец в редакции журнала появилась разносная статья против клеветника. «Безграмотная мразь», – сказал о ней мыслитель. «Над ней придется пару недель просидеть, чтобы довести до печати». Продолжение следует...